Роль Ольги Уютовой удалась ей. Главный режиссёр-постановщик сериала Александр Назаров. Отец Кати Пушкарёвой, заслуженный артист России, Михаил Жигалов. Актриса театра и кино Юлия Рудберг, которая сыграла Кристину Воропаеву. Актриса Наталья Рычкова, которая исполнила роль Юлианы. Режиссёр картины Сергей Пикалов. Диван, на котором сидит женсовет сериала «Не родись красиво». Актриса Анна Димова сыграла Амуру. И актриса Наталья Рыжик сыграла Светлану Локтеву. Актриса Евгения Черкова с маленькой актрисой Никой. Ей 6 лет, но она тоже снимала в сериале. Добрый вечер. И художник по гриму Лада Шведова. Добрый вечер. Браво! Браво! Да, именно её руки и портили 9 месяцев прекрасное лицо Нелли Уваровой. Я не буду томить наших зрителей, потому что, конечно, конечно, сегодня она у нас в гостях. Самая популярная актриса сезона Нелли Уварова. Встречаем её! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вы видите, что творится со студией сегодня, я думаю, с миллионами телезрителей, которые сейчас просто бросили все свои дела и даже уже не загорают на пляже. Скажите, каково это целый год, вот, уродовать себя, скрываться под маской и ходить в одежде, которая пропахла нафталеном? Вот, мы видим. Ну, знаете, мне приходилось играть много, посчастливилось играть много разных ролей и похлеще Кати Пушкарёвой, поэтому... Ну, да, это был год, это серьёзный срок, но... Но, насколько вы схожи с вашей героиней? Не знаю, это не мне судить. Ну, какие-то общие черты так вы находите? Да, я, мне кажется, как и Катя Пушкарёва, очень целеустремлённый человек. А как вы думаете, почему вот такую неуклюжую, иногда смешную, но с хорошим образованием девушку полюбили зрители, которые в последнее время любили всегда бандитов, проституток, содержанок в других сериалах? И вдруг вот такая любовь к такой девушке? Я думаю, в душе все мы очень добрые люди, и нам этого не хватало. Именно такой героини, таких героев, потому что очень много было положительных персонажей. Я считаю, что все в нашем сериале были положительные персонажи. Все. Они ошибались, но в целом... Всегда, когда актриса играет какую-то роль, она наделяет эту героиню какими-то чертами своих знакомых, близких немножко, да? Вот когда вы делали вот эту Катю Пушкарёву, у вас есть какие-то знакомые, у которых вы подворовали чуть-чуть какие-то движениями, мимикой, жестами? Это не один человек, безусловно. Это собранный персонаж из очень-очень многих людей. Но это не мои знакомые и близкие, это просто люди, с которыми меня сталкивала жизнь. А в жизни у вас хорошее зрение, скажите? Да. То есть вот эти очки там были просто обычные диоптрии, да? То есть там вообще не было стекол? Первые несколько дней съемочных очки были с диоптриями, но потом мы решили, что это не самый лучший способ издеваться. Ну, чуть-чуть это над актрисой. Над своим здоровьем, поэтому решили, что будут простые стекла. А это правда, что в первый съемочный день вас даже не хотели пускать на съемочную площадку, потому что думали, что вы просто обычная девушка из массовки? Да, да. Даже не девушка из массовки, а просто человек, который так случайно забрел на площадку, потому что первый съемочный день у нас был. Мы снимали во дворе дома Кати Пушкарева, это реально московский дворик, и там оградили территорию. И вот как-то решили, что какая-то тетушка или, не знаю, кто проник, и сказали, идите отсюда, идите, мы здесь кино снимаем. Уйдите отсюда. Ну, мы сейчас увидим кадры из Красноярска, парад, парад поклонниц Кати Пушкаревой. Вот эти девушки, которые сейчас будут прыгать на экранах, они утверждают, что... Смотрят даже дети! Да, даже дети. Вот видите, они все любят Катю Пушкареву, они утверждают, что Катя Пушкарева изменила их жизнь, они больше не стесняются того, что многие из них носят очки, может быть, они неуклюжие. А вот как изменила вашу жизнь Катя Пушкарева? Кроме того, что вы самая популярная актриса в России сегодня. Да, но это, конечно, в первую очередь произошло со мной, вот так неожиданно, прямо скажем. Это произошло буквально в один день, как случалось, наверное, со многими актерами. Вот наступил такой день в моей жизни. А в остальном я за собой особых перемен не вижу. Единственное, что телефон разрывается. Вы сегодня в коллекции «Зимолета», я понимаю. Да. Да. Вы знаете, я хочу познакомить вас с настоящей Катей Пушкаревой. Она по паспорту Катя Пушкарева живет в Самаре и, в отличие от героини сериала, родилась красивой. Но, впрочем, у нее есть своя история. Екатерина Валерьевна Пушкарева из Самары. Встречаем ее. Давайте покажем паспорт, чтобы все знали, да, что действительно Екатерина Валерьевна Пушкарева вот живет в Самаре, родилась в городе Кубишев, ныне Самара. Скажите, вы ассоциировали себя с героиней? Нет, я себя с ней не ассоциировала, просто я, когда ее звали по телевизору, у меня было ощущение, как будто это зовут меня. То есть, я очень эмоционально воспринимала поначалу, но, в конце концов, я потом все-таки привыкла к этому. Ну, а вот по фильму у Кати есть телевизионный отец, методы воспитания... Я родился в Самаре, все правильно. Можете мой паспорт посмотреть. Все нормально. Вот, Михаил Жигалов, по методу воспитания похож на метод воспитания ваших родителей? Честно говоря, не очень. Больше похожа... Мама больше похожа. Ага. Да. Кать, а вот вы бы в жизни терпели вот такого папу, как Михаил? Ну, он же любит ее. А, любит? Да. Он желает ей только хорошего. Ну, сериал как-то изменил вашу жизнь? Думаю, да, потому что вообще стало однозначно ко мне больше внимания, обращают вообще очень сильно внимание на мое имя, иногда даже не верят, даже просят доказать, что меня на самом деле так зовут. Угу. Мы сегодня собрали Катю Пушкареву со всего... со всей бывшей территории Советского Союза. Это не единственная Катя Пушкарева, которая приехала. Сейчас появится Катя Пушкарева из далекого Иркутска, и она расскажет, как сериал изменил ее жизнь. Катя Пушкарева. В Иркутске вы не были, Михаил? Мы там, мы служили в Забайкане. А, понятно. Это уже знает вся страна. Добрый вечер. Скажите, вы, следуя сериалу, решили тоже изменить свою личную жизнь? Или как это получилось? Нет. Свою личную жизнь я изменила не из-за сериала, это просто такое стечение обстоятельств так совпало, что именно в тот период времени, когда в сериале показывали знакомство Кати с Михаилом, я встретила своего парня ныне, которого тоже зовут Михаил. Мы познакомились, и сейчас встречаемся. Понятно. Ну, а вам не хотелось, чтобы совсем уже быть похожей по образу, одеть брекеты, очки, береты и вот... Нет, такого желания у меня не возникало, слава богу. Все говорят, что у меня хорошая улыбка, я так надеюсь, что это правда. И очки я когда-то носила, но в последнее время я перешла на линзы и возвращаться к этому образу. У меня не было никакого желания. Но я знаю, что и сериал изменил вашу жизнь, Нелли, да? Так получилось, что правда с вами проходила под грифом «Сверхсекретно». Вы должны были быть в брекетах, в очках и... Нет? Это миф. Это миф, созданный даже непонятно кем. Ну, забавными. А можете рассказать про своего парня, который разбил ваше сердце? А ну-ка, ну-ка, про парня. Да-да-да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ